МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анна, давайте с вас начнем. Что это вообще за движение? Это студенческое только? Или любой человек может принять в этом участие? Нет, это не только студенческое движение. В нашу организацию могут добровольно вступить все желающие от 14 лет. Это активисты неравнодушные к этому дню, к Дню Победы, 9 мая. Все те, кто помнят и хотят каким-то образом отдать дань, почтить наших великих предков, воевавших за наши жизни. Вот 50-летние предки, которые очень хорошо помнят про это, эти люди могут принять участие, если не успели подать заявку? Как это можно сейчас сделать? Я думаю, что, конечно, мы будем всем рады, потому что волонтеры – это душевный порыв, и тут нет ограничений каких-либо. Заявки подавать можно на сайте регистрироваться, либо звонить по телефону. У нас есть городской штаб, который прекрасно ведет работу по городу Ижевску. Также у нас в каждом муниципальном образовании есть свое отделение. И с ними можно легко связаться, найти, узнать, какие акции предстоят, и как можно в них принять участие. Максим Геннадьевич, в одном из интервью вы посетовали, что вам не удалось побыть комсомольцем, а вот волонтером вы были. Как вообще относитесь к этому движению? Как взаимодействуете сегодня с волонтерами? Да, действительно, я уже год назад зарегистрировался на сайте «Волонтеры Победы». У меня есть даже персональный номер. Мало того, ребята связывались со мной, наши, которые кураторы, предлагали ряд мероприятий, которые можно поучаствовать как волонтер. И то есть это действительно движение есть, оно работает, и ребята, которые участвуют в наших республиканских мероприятиях, мы с удовольствием ждем наших волонтеров и поручаем им довольно-таки ответственные задания. Аня, а что конкретно волонтеры будут делать, и только ли на 9 мая, или их полномочий все-таки больше? На самом деле мы уже достаточно долгое время ведем свою работу. У нас уже прошел молодежно-исторический квест на Берлин в апреле. Таким образом, вот благодаря таким квестам мы привлекаем больше молодежи к этому дню, потому что это очень важно сейчас, чтобы молодежь не забывала об этом. Потому что это время идет, не стоит на месте, и не хочется, чтобы этот день забывался. У нас прошла акция всероссийская, это георгийская ленточка. Мы раздали более 6 тысяч по городу Ижевску только за один день, 22 апреля. По Удмуртии у нас порядка 11-12 тысяч было раздано ленточек в общем. И мы готовимся к 9 мая. У нас будет организована площадка «Стена памяти», где каждый желающий может оставить свое послание предкам. Также мы будем помогать в организации различных площадок на 9 мая. Это «Солдатские каши», «Привал Победы» и «Бессмертный полк», естественно. И трибуны, на которых ветераны будут наблюдать за парадом, также будут отцеплены нашими волонтерами, которые будут помогать всячески. Отличительные знаки какие-то есть у волонтеров? Будут ли как узнать старшему поколению, кто действительно может помочь сориентироваться в навигации? Да, у нас есть белые футболки «Волонтерский корпус» и «Десятилетие Победы». Они не только такие, как на мне сейчас, они бывают разные, но самое главное, что это белые футболки с птичками голубенькими и георгиевская лента, конечно же. Максим Геннадьевич, у вас все-таки полномочий больше, чем у волонтеров. Расскажите немножко, как будет организован сам парад «Победы», и что предполагается, как он пройдет, какие нововведения в этом году? Ну, вы знаете, все-таки нововведения здесь, наверное, не то слово, которое можно применять. Все-таки это парад «Победы», он у нас проходит из года в год, и у нас всегда в первую очередь открывают наши и кадеты, и силовые структуры, которые маршируют в параде, а впоследствии идет техника. То есть это сценарий, который уже из года в год, и думаю, что есть, конечно, определенные новшества, которые мы вводим, так скажем, мы, например, у нас есть желание включить гимн в этом году, и чтобы все вместе мы исполнили гимн России. Это в сопровождении духового оркестра, я слышал. Да, да, такие моменты у нас есть. Но для этого, как минимум, нужно знать слова, насколько подготовлен вообще состав. Но я думаю, что слова гимна... Они будут где-то транслироваться. Они будут транслироваться, но я уверен, что все население Удмуртской республики знает слова гимна России. С какими сложностями, может быть, в организации парада столкнулись? Ну, сложностей как таковых нет. Наверное, у нас в этом году, мы, наверное, еще вернемся к нашему бессмертному полку. Конечно, мы особое внимание уделяем нашу бессмертному полку, потому что мы понимаем, что это тот момент, когда сами жители могут высказать, свое мнение, показать своих предков, кто воевал, показать своих близких и показать тем самым, что действительно они помнят. Помнят, кто ковал в победу. Проведение этой акции планируется только в Ижевске или в других городах и районах республики? Нет, почему у нас? Планируются в каждом муниципальном образовании такие акции. Как показал тот год, в том году у нас приняло участие более 4 тысяч в городе Ижевске и более 12 тысяч в Путмуртской республике. Насколько я помню, в прошлом году эта акция «Бессмертный полк» прошла сразу после Парада Победы. В этом году, по-моему, в другое время, когда приходить, нужно ли как-то регистрироваться на эту акцию? Нет, мы оставили как есть. После Парада Победы, после силовых наших структур, которые будут участвовать, у нас пойдут жители, которые понесут прортреты своих родственников, кто воевал. Нигде регистрироваться не надо, потому что мы понимаем, что эта акция идет от души. То есть каждый желающий может прийти не обязательно за заготовленный портрет, может принести фотографии, которые у них есть, и показать их, и пройтись в шествии. – Требования есть какие-то к формату или вообще ваше наблюдение, скажем, ну как это лучше сделать, чтобы не утомиться от того, чтобы нести этот портрет? – Нет, есть… – Какого размера цветные фотографии, черно-белые, как люди обычно поступают? – Жестких требований нет. Если придут с самодельными плакатами, это не запрещается. Если принесут фотографии, которые есть, хранятся дома, тоже не запрещается. Но есть определенные у нас партнеры, кто изготавливает их, пожалуйста, можно воспользоваться их услугами, да, и приготовить, и принести. – Анна, по прошлому году какие наблюдения, кто принял участие в акции, насколько активно поучаствовала молодежь? – На самом деле приняло участие очень много человек, как уже сказали, более четырех тысяч. И туда приходили абсолютно все. И маленькие дети, и уже пожилые граждане. И целыми семьями собирались и шли с портретами своих родственников. И молодежи было достаточно. И я сама являюсь молодежью сейчас. И вот мне не безразлично. Я думаю, что многим также не безразлично. И многие об этом знают. Люди, с которыми я общаюсь, также студенты. У всех на слуху бессмертный полк. И многие спрашивают, как в нем можно принять участие, и где изготовить штендеры. – Пост номер один будет ли работать в этом году и в каком режиме? – Да, конечно же. У нас всегда, когда происходит праздник 9 мая, у нас акция стартует вахта памяти. Ребята собираются со всех Ульмурской республики и стоят вахту памяти в 9 мая. Это очень ответственно. У нас собираются самые лучшие ребята. Пост работает с мая 1980 года. То есть более 27 тысяч сверстников прошло через пост номер один. Так что я думаю, что самое главное, наверное, вот у нас 9 мая стоят самые лучшие расчеты, которые представлены муниципальным образованием. – Как их определяют? По каким критериям все-таки кто лучше? – Это, во-первых, кадеты, которые у нас есть, классы кадетов, классы патриотического воспитания есть у нас, формирование, которое есть. Это ребята, которые занимаются патриотикой в первую очередь. Самые лучшие, как и раньше, так и сейчас представлены на вахте памяти. – Вы чувствуете их отношение какое-то особое к этой вахте памяти? – Да. Ребята, которые пошли через пост номер один, они впоследствии очень долго об этом вспоминают, потому что стоять на посту номер один очень ответственно. И я думаю, что через ходяк пройдет уже очень много лет, и ребята вспоминают об этом, потому что, вот, например, даже мои сверстники кто-то стояли, они помнят об этом, и говорят, что я вот в 86-м стоял в вахте памяти и держал ее под снегом, под дождем, и так же стоял. – Ну, для этого, для такого отношения необходимо определенное патриотическое воспитание. Вот что делается в этом плане? Какие-то, я не знаю, заседания клуба проводятся? Что еще делается для того, чтобы, ну, сохранить вот это вот отношение или привить знания, просто чтобы человек понимал, что происходило в то время? – Ну, вы знаете, патриотическое воспитание в Удмуртской республике действительно у нас договоренно сильно развитое, потому что у нас сохранилась и сеть патриотических клубов, кадетских классов, ребята, которые проходят через патриотические клубы, впоследствии остаются и общественными лидерами, да? – Большой вот сегодня у нас возможность через волонтерский корпус ребят попробовать, потому что всех, что идет от сердца, мы стараемся, конечно, пустить через волонтерский корпус. Волонтерский корпус у нас работает не только 9 мая, это ряд мероприятий, которые идут в течение года. У них план распит очень глубокий, я хочу сказать, что и каждый желающий может поучаствовать. – Ну и ваше пожелание накануне великого праздника нашим ветеранам? – Ну, ветеранам, самое главное, наверное, здоровье. Ну, а мы, как молодежь, постараемся, чтобы память никогда не ушла никуда. И действительно, те памятные события, которые происходили во время Великой Отечественной войны, после восстановления России. Думаю, что наша, наверное, задача оставить это все в памяти, чтобы никто никогда об этом не забыл. – Хочется в первую очередь поздравить наших дорогих ветеранов с наступающим праздником Днем Победы и пожелать самого главного – это крепкого здоровья. – Спасибо, что пришли к нам сегодня и ответили на наши вопросы. Я хочу только напомнить, что Парад Победы будет транслироваться на светодиодных экранах, но все-таки лучше увидеть это событие своими глазами. До встречи, а это было «Экспертное мнение». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова